Здравствуйте! Вы на канале Ярослава Фролова. И сегодня новости. Цыплята кур переехали из брудера уже в большую клетку, правда с верхней подсветкой. Сейчас будет небольшой сюжет про них. Когда мы пересаживаем птенцов из брудера в большую клетку, но это правда такая большая клетка для цыплят, над ними висит лампа обогревающая, мы селим дня на 3-4 мешок на сетку, чтобы цыплята не проваливались, и ставим им маленькую бункерную кормушечку. Хотя на сетке, через которую я снимаю, уже есть кормушка внешняя. К ниппелям они привыкшие еще с брудера. Цыплята перепелок мясных переезжают из брудера во взрослую клетку для родительского стада, для десушек. Посмотрим, что там будет. Пересаживаем наших перепелок. Поехали. Собственно говоря, вот сейчас Моиля пересаживает птенцов перепелок из брудеров, из перепелящего брудера, который значительно меньше, чем курячий, чем для цыплят кур, во взрослую клетку. Эта клетка для перепелок 45 на 45 сантиметров, высотой в три яруса. Я ее использую для несушек, уже для племенного стада. Когда определятся самцы, мы часть самцов отселим, часть оставим. Но об этом в следующих уже сюжетах. В одном из последних видео, кажется, предыдущий перед этим видео, я делал сюжет про то, как я сделал из рожалки для собак, я сделал курятник. Ссылка будет в описании. Или посмотрите в видео. Собственно говоря, как они себя чувствуют через неделю. Там даже чуть меньше прошло. Но вот какие проблемы, сейчас покажу. Сбывается самое страшное мое опасение по поводу напольного содержания бройлеров. Очень много воды попадает на подстилку. Вот она какая мокрая. Это уже пол вольера вот такого. То есть у меня 4 квадратных метра. 25 голов. Выпивает в день 17 литров воды. Съедает где-то порядка ведра корма. Греет их, как я говорил, в 2 лампочки по 250 ватт. Что делать пока с сыростью, не знаю. Сейчас буду думать. Дальше из новостей. Мы с нашим другом, который, ну вы все знаете же, нашего щеночка годовалого, Russian Dog Друг, завтра идем на выставку собак, посмотрим, чем это закончится. А сегодня они играются, ну как и обычно, собственно, играют с своим папашей с лаем. С первого взгляда достаточно тяжело определить, где же здесь папа, где сынуля. Но вот на заднем плане, у кого подпал более темный, это лай. Который вот сейчас лежит, это друг. Сейчас чуть попозже они роля им поменяются. Сейчас папа победил сынулю. А сейчас уже сынуля будет побеждать папу. Такие у них игрушки. Вес каждого из них около где-то под 100 килограмм. Там 90-100 килограмм. Поэтому надо представлять, да, какие у нас там игрушечки происходят. Так. И немного про уток. С утками все-ка, все нормально. В отличие от кур, от уток не так много грязи, как мне говорили. Вполне приемлемо. Не так много воды они расплескивают. Хотя и выпивают около 10 литров в сутки. На яйца пока не несут. Сено едят, в корм едят. Все хорошо. Нравятся наши новости? Нравится наш канал? Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok